Ровно неделю назад Анна сказала, что для того, чтобы иметь такой же упругий пресс и такую талию, как у неё, нужно как минимум раз 500 в день качать пресс. Но, вы знаете, и это нас не остановило, и мы всё же продолжаем потихонечку делать маленькую, но такую продуктивную зарядку. Тем более, когда её показывает наш замечательный фитнес-инструктор Лена Салапина. Лена, доброе утро! Доброе утро! Привет, Лен! Ну что, каждый день 500 раз? Каждый день, да, можно и больше, и тысячу. Что, сегодня опять пресс? Нет, сегодня не будем качать пресс, сегодня покачаем с вами внутреннюю поверхность бедра, так как уже скоро лето, мы будем оголять свои ноги. И поэтому я вам покажу два упражнения, они несложные, при помощи которых нам понадобится фитбол. Мы берём с вами фитбол, либо любой резиновый мяч, зажимаем меж ног, приблизительно где-то коленный сустав и бедро, да, входит. Вот этот не очень удобный фитбол, можно и побольше, конечно, у кого ноги длиннее. Мы зажали мячик с вами меж ног, и теперь мы коленными суставами сжимаем мячик вовнутрь, работаем, допустим, на 20 раз, 6 повторений. Слушайте, так я полагаю, если у кого-то нет фитбола, так можно взять просто подушку хорошую, перьевую. И так вот тоже, чик, 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 чик. Ну вот это же, мне кажется, всем, кто привык делать зарядку самого травмы с нашей программой, уже давно пора бы завести себе фитбол. Хотя, конечно, касается дети, то этому фитболу очень долго не придётся жить в нашей квартире. Повторений нужно сделать. Повторений 6 у нас. 6 по 20, да? Да, 6 повторений. То есть тут 20 раз. 6 по 20? Да. Хорошо. Мы сделали это. Уже ж не 500, правда, Оля, тебя штат пугает сразу 500. Мы делаем с вами то же самое, только меняем с вами положение, чтобы нам было немножко легче психологически выполнять. И теперь мы в положении сидя, зажимаем между коленями, фитбол фиксируем на пол, делаем упор с вами на ладошки, расслабляемся, а ноги напрягаем с вами. И то же самое напрягаем коленками, сжимаем мяч 20 раз, 6 повторений. Мы стараемся выполнять этот комплекс упражнений минимум 3 раза в неделю, так как внутренняя поверхность бедра очень сложно нам накачать её. Не сложно, как бы, ну, лучше хотя бы 3 раза в неделю делать и на максимальное количество раз. Лен, а вот таким упражнением мы подкачиваем, в тонус приводим или сжигается тоже немножко жирная послойка? Конечно, и сжигается. Это же аэробная нагрузка, получается, что у нас сжигается жир, и мышцы приходят в тонус. То есть уже более рельефнее. И боятся, что здесь вырастет ещё одна мышца? Нет, 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 наоборот, здесь всё уйдёт лишнее у кого. Вообще много у девушек проблемная зона внутренняя поверхность бедра, поэтому это очень хорошее упражнение для того, чтобы привести эту часть тела в порядок. Что-то ещё будем дополнять? Можно ещё дополнить в исходном положении лёжа на спине. Только ножки поднимаем вверх, фиксируем стопами. С вами фитбол, руки лежат вдоль тела, и теперь уже мы голенью сжимаем фитбол. Тоже работаем в 20 раз, в 6 повторений. В 6 не меньше, да? Желательно в 6 раз. В 6 не меньше. То есть всё равно стремится к 500. Да, друзья, вот такая утренняя зарядка. Готовьтесь к лету уже сейчас вместе с нашими фитнес-инструкторами. Сегодня к нам заглянула Лена Салапина. Спасибо тебе большое. Леночка, спасибо.